Недавно произошло событие, которое перевернуло все сообщество любителей Windows, любителей вообще операционных систем как таковых. Я говорю сейчас о запуске производства и выпуске Windows 11. Помнится, когда Windows 10 только-только появился в новостных лентах, всем стало ясно, что это новая операционная система, которую готовит Microsoft. Помню, что обещала сама эта компания, то есть компания Microsoft, по поводу будущей своей операционной системы. Windows 10, с ее слов, должна была быть последней Windows, то есть Windows 11 в принципе не должно было быть, в природе существовать, если отталкиваться от заявлений, которые делала в то время Microsoft, ну и уже после релиза, собственно, все говорили о том, что никакой Windows 11 уже не будет. Windows последняя в своем роде. Возможно, тогда я подумал, что это не так, потому что ну как может быть десятка последней Windows, только если Windows переименуют во что-то еще, в какую-то другую операционную систему, переделывают ее дизайн. То есть на тот момент я так думал, что это не совсем то, что многие люди подумали, скорее всего это связано будет с ребрендингом самой Windows, и Windows 10 в том привычном ключе, в котором все привыкли, это действительно могла бы быть последняя операционная система под названием Windows. Но если бы Microsoft решил выпустить другую операционную систему, она бы могла называться как-то по-другому, не окна, а двери там допустим, да, если переводить с английского, как-то так. Это бы была первая версия новой операционной системы. По сути, этим занимался бы тот же самый старый добрый Microsoft, но как бы Windows само название он бы отправил уже как бы на свалку истории и занялся бы разработкой новой операционной системы, которая, по сути, не являлась бы ничем иным, только глубоко переработанным Windowsом. Ну и возможно сменили бы они название. Вот и все. То есть изменения касались бы только, скорее всего, внешнего дизайна операционной системы, внутреннего какого-то убранства в плане тоже дизайна и, скорее всего, названия. Но саму операционную систему они бы вот изнутри ядро не меняли бы, да, потому что, ну, как можно это сделать, потому что совместимость программ из-под старых версий Windows, ну и т.д. То есть на тот момент я вот так вот подумал, что, скорее всего, Microsoft лукавит и предлагает в будущем сменить тему Windows на что-то еще, но под соусом того, что просто это будет какой-то внешний ребрендинг, да, то есть дизайн там и так далее. Но, по сути, как вы уже поняли, это будет тот же самый Windows. Со всем ядром Windows, со всем вот этим вот начинкой программы, вот этим всем обеспечением, которое там в Windows было, оно тоже было бы переработано. То есть те программы, которые вместе с Windows идут по стандарту. Вот на тот момент я так подумал, что невозможно, чтобы десятка была последним Windows. Ну как такое может быть, а если пройдет 20 лет, а если пройдет 50 лет, то что, никакой другой Windows не будет, кроме десятки? То есть это было на тот момент чем-то таким нереальным. Поэтому я и подумал о ребрендинге. Но, как оказалось, я не совсем был прав, потому что Microsoft не то, что даже сделала ребрендинг, она вообще не делала ничего, просто выпустила 11 Windows, да и все, не стала заморачиваться. Но доля, как бы, правды в том, что я подозревал, была, потому что все-таки Windows 11 он состоялся. То, что казалось невероятным, что Microsoft откажется от своей операционной системы, то в принципе и произошло. Но только я думал, что действительно, если Microsoft говорит, что это последнее Windows, значит это последнее. То есть, как бы, мы доверились производителю, да, но в итоге производитель слукавил, не знаю, обманул, слукавил. Это уж как кому нравится, тот пусть такое слово использует. Обман это или лукавство, в общем, не важно. Но смысл, я думаю, понятен. Microsoft говорила одно, но в итоге сделала совсем иное. Windows 11 он состоялся. И что же нас ожидает уже в 11 Windows, судя по тем слухам, которые просачиваются в сеть. Ну, во-первых, это нам привычный Windows, да, он никуда не ушел. Десятка, одиннадцатый, в принципе, все по-старому. Но, поговаривают о том, что операционная система, якобы, стала даже красивее, чем Mac OS, сегодняшняя, современная. Верить ли этим слухам или не верить, я пока что не определился, не знаю. Мне кажется, что может быть это, скорее всего, не так, потому что, ну, в принципе, когда Microsoft могла сделать что-то воистину красивое, да, я что-то сомневаюсь, что она может быть красивее той же самой Ubuntu, хотя с Ubuntu ее никто не сравнивает, или Mac OS, в принципе, Mac OS достаточно красивая операционная система. Я очень сильно сомневаюсь, что Microsoft, который никогда не делал упор на дизайн, да, Windows он больше о функционале, чем о дизайне, Microsoft никогда не была сильна именно в дизайне операционной системы. В этом Mac преуспел, мне кажется. И если в 11-м они прям заявляют, что она будет красивее Mac OS, то у меня на этот счет очень большие сомнения, потому что, в принципе, репутация Microsoft уже пострадала, потому что Microsoft обманула уже, как бы, ну, не знаю, обманула или слукавила, как уж кто это будет воспринимать. Но, в общем, она слукавила в том, что 11-й версии не будет. А сейчас просочились слухи, что она даже будет красивее, вот эта вот 11-я версия, чем Mac OS. Но доверие, как бы, к этим словам не совсем у нас есть, потому что, ну, Microsoft вот сделала так вот с 11-й, да, ее не должно было быть вообще, но она в итоге состоялась, и теперь слухи ходят о том, что она будет красивее, чем Mac OS. Ну, сами подумайте, верить в эти слухи или не верить. Я, как бы, и хотел верить, мне, конечно, хочется, чтобы Windows получилось красивее, но в то же самое время я отношусь к этому с какой-то долей недоверия, скептицизма, да, потому что Microsoft все-таки нас вот так вот облапошила, навешала нам лапши на уши, что, мол, десятка – это последняя Windows, и, как бы, вот и с дизайном теперь не очень хочется ей доверять. Ну, это может быть и правдой. В общем, нужно дождаться финальной версии, тогда все станет на свои места. И еще одно интересное новшество, которое реализовалось в свете того, что смартфоны и приложения в этих смартфонах уже очень сильно пользователями подхвачены, пользователи привыкли к приложениям. Это не то, что было пять лет назад. Уже каждый юзер, у которого есть смартфон, он хоть как-то разбирается в приложениях, и без приложений уже не представляет свою повседневную эксплуатацию смартфона, да. И в связи с этим Microsoft подумала, что пришло самое время допилить нам магазин приложений, который Microsoft был, там, в десятой версии, да, он не пользовался большой популярностью ни у пользователей, ни у профессиональных компаний, которые закупали операционную систему. Особо этот магазин, как бы, не прижился нигде, и приложений на него было мало, он даже не прижился среди разработчиков, и мало кто хотел разрабатывать софт именно под этот магазин. Но в одиннадцатой версии нам Microsoft пообещала, что она хочет изменить эту ситуацию, чтобы магазин реально пользовался спросом у пользователей, у тех, кто купил операционную систему, у тех, кто ее использует. И, как бы, это, вроде бы, как начало новой эры, когда приложение можно установить в один клик. То есть, раньше вам нужно было устанавливать приложение по старинке, в десятке вы иногда могли установить приложение через магазин Microsoft, да, то сейчас, вроде бы, как, приложений все больше и больше хотят они туда как-то поспособствовать, чтобы разработчики туда эти приложения включали, и вы могли в один клик устанавливать их и удалять точно так же, да. Но посмотрим, что у Microsoft получится. Как всегда, мы замечали, что Microsoft имеет грандиозные планы, но в итоге все не особо так реализуется. Я не думаю, что с Windows 11 будет как-то иначе. Хотя, может быть, Microsoft нас удивит. Мы помним, что за что бы ни бралась Microsoft, в принципе, продукты получались неплохими, но не такими, как у той же самой Mac, если какой-то продукт, он был амбициозным таким, да, широкий размах, намечался на ту или иную там программу, приложение, сервис. Ну, в итоге Microsoft, в конечном итоге, да, признавала, что сервис получился не очень, или не признавала, это видели пользователи. В общем, поэтому Microsoft особо-то и не снискал славы, в отличие от той же самой Apple и той же самой Google, да, но занимает свое почетное место среди всех этих компаний. Но проекты, которые у нее были очень амбициозными, они никогда таковыми на самом деле не являлись. То есть компания никогда не разрабатывала супер-пупер амбициозные проекты, не только на словах, но и на деле. Поэтому и с этим магазином, мне кажется, наверное, скорее всего, я учитываю историю Microsoft и ее продуктов, наверное, получится та же самая картина, когда нам говорят, что вот, приложения будут в этом магазине, все будет классно работать, все будет классно, но в итоге этого не будет или будет, но не так, или на 80%, или на 60%, или на 50%, или вообще может быть такое, что когда Microsoft надумает выпускать 12-ю версию Windows, окажется, что этот магазин за все эти годы, он так и не пользовался популярностью. В общем, что там будет, мы будем уже смотреть в процессе того, когда выйдет уже финальная версия, полностью топиленная, полностью оконченная. Вот такой вот выпуск. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, и не забудьте заглядывать в описание. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok